добро пожаловать на пересадочную станцию перед тем как отправиться в этот мир не забудьте подписаться на канал нажать на колокольчик и поставить лайк и приготовьтесь мы отправляемся какой сегодня год время я потерял поток времени когда осознал свое бессмертие неясное такое чувство понимаешь все это и задаешь один вопрос и что мне с ним делать тогда была война бойня они убили их всех кроме меня почему они и сами этого не знают смерть для нее я не существую вычеркнут из списка уже тогда я понял что продолжаю расти с каждым годом все выше и шире возможно побочный эффект моего проклятия но мне нравится с ним жить я давно не видел людей общаюсь только животными те не признают во мне угрозу и охотно идут на контакт невзирая на тот факт что я давно уже перерос медведя и одной рукой ломают толстые березы мир и покой сегодня был необычный день занимаясь своим любимым делом ковкой доспехов из горного металла я видел человека я точно видел его испуганное лицо и маленькие бегающие глазки меня никак не зацепил этот случай но ближе к вечеру я решил буду вести счет пройденных лет 17 лет спустя ничего не изменилось я продолжал жить и ковать себе новые доспехи по мере моего роста гора опустела я в буквальном смысле сдвинул ее в поисках руды почему доспехи я не знаю может в тот день когда убили всех я был голый безоружен ничего не сделал а теперь целую вечность сижу в горах и кую себе толстенную броню и щиты размером с лодку чтобы защитить их но они мертвы металла больше нету девятнадцатый год скука я замедлил темп роста последний доспех все еще хорошо сидит на мне комфорт прошлом году я видел группу людей они явно что-то искали меня они не увидели я неподвижно сидел как огромный булыжник вдали двадцатый год я выдвигаюсь в путь во мне проснулась жажда я жажду знаний знания об их жизни и быте двадцать второй год уже второй год я наблюдаю за этой маленькой деревушкой притворяясь камнем неподвижно существую рядом с ними многое изменилось они продвинулись технически но забыли старых богов тех что почитала моя семья время показать себя двадцать третий год страх все что я вижу в их глазах это страх они боятся моих размеров их охватывает ужас и они каждый раз покидают свои дома даже не пытаясь со мной заговорить животными проще двадцать четвертый год кровь я видел сражение они стали более массивными и жестокими мои попытки вмешаться заканчивались еще большим ужасом они затаптывали друг друга насмерть убегая от меня двадцать пятый год я перестал расти доспех стал для меня второй кожей больше с людьми я не контактировал я ушел обратно в горы оставив им послание на их языке где и зачем меня искать сорок седьмой год первый ученик жажда знать иссякла появилось желание учить сорок восьмой год старик перестал меня бояться он понимал все без слов он слушал меня пятидесят пятый год старец умер своей смертью последние годы были самые счастливые в его жизни я доволен шестьдесят седьмой год еще один пришел малый пуглив мне он верит не знаю почему шестьдесят девятый год он ушел обрел покой и ушел обратно к людям покой в этом я заразен восемьдесят четвертый год он привел новых людей они тоже боятся начнем этот путь еще раз время у меня есть восемьдесят шестой год они приходят новые ученики меня на всех не хватит девяносто первый год пришли и другие все они перестали бояться я продолжал их учить девяносто третий год армия сюда пришла армия думаю они пришли за золотом которое мы добывали в горах золото слишком мягкое оно бесполезно их много и они больше не боятся меня пульс усилился затем залп баллист мой доспех слишком толст даже для таких орудий их постигла неудача я просто метнул им гор золотой руды многих убил а выжившие с обезумевшими глазами собирали окровавленные камни и удирали с поля брани девяносто пятый год люди стали приходить за добытыми нами рудами на этот раз без оружия забирали сколько могли я снова стал расти может это горы на меня так влияют девяносто восьмой год рос не только я мои люди росли вместе со мной пусть и не так быстро как я сто пятый год больше никто не приходил золото закончилось я заснул на пару лет а мои ребята присматривали за лесами вблизи гор они не боялись убивать других всех кто хотел навредить тому что они защищают сто двенадцатый год они выросли пока я спал наше число больше не росло я перестал учить все кто рос вместе со мной нашли себе занятия по душе есть те кто остался в горах спать рядом со мной есть те кто ушел в глубины лесов кто-то нашел свой покой в крови убивая людей масштабных войнах особо мне нравились те кто продолжил мое любимое кузнечное дело двухсот пятидесятый год камень я весь покрыт камнем сколько же я спал думаю вздремну еще чуток с возвращением перед тем как отправиться дальше не забудьте оставить свой отзыв об этом мире и чтобы выбрать следующий просто нажмите на одну из предложенных иконок на экране и до скорых встреч в следующих мирах